Дорогие вещи, которыми владеет стример-нинджа Популярный видеоигровой стример Тайлер Блевинс, более известный под ником Ниндзя, прославился не только тем, что играл в Fortnite вместе с Дрейком. Его лицо можно увидеть на банках энергетического напитка Red Bull, и вообще он один из самых богатых стримеров мира. Заслуги Ниндзя настолько велики, что он стал первым в истории киберспортсменом, которого поместили на обложку американского журнала о спорте и SPN. По заработку в социальных сетях Тайлер Блевинс является самым успешным среди спортсменов. Поэтому показателю ему даже удалось обогнать футболиста Криштиану Роналду и баскетболиста Шакила Унила. В общем, этот человек действительно заслуживает нашего внимания. Ежедневно Ниндзя тратит по 10-20 часов на игровые стримы, по большей части в игру Fortnite. Его аудитория настолько огромна, что позволяет зарабатывать ему огромные деньги, просто играя в любимую игру всех школьников мира. В прошлом году Ниндзя заработал 10 миллионов долларов, а его общее состояние оценивается в 17 миллионов долларов. Нам очень интересно, куда и на что же он тратит такие огромные деньги. Об этом сегодня и поговорим. Хотя давайте начнем по порядку. Кто же он вообще такой и откуда он взялся? Каким образом этому пареньку с яркими и крашенными волосами удалось зарабатывать такие нереальные суммы денег, просто играя в Fortnite по 20 часов в день? Если вы не знали, в наше время в индустрии видеоигр крутятся баснословные деньги. Также не стоит забывать о различных спонсорских контрактах с теми же Red Bull, а также заработок в социальных сетях. Об одном можно сказать совершенно точно. Ниндзя не стал бы таким богатым, если бы не играл в компьютерные игры. А для серьезного стриминга игр необходим хороший компьютер, а то и не один. На столе у ниндзя три топовых игровых монитора, которые могут работать одновременно. В своей работе он использует два системных блока. На одном компьютере он играет, а другой занят непосредственно стрим-трансляцией. Кстати, не так давно ниндзя ушел из Twitch в другую стриминг-платформу Mixer. Но об этом мы еще поговорим. В общей сложности игровой компьютер ниндзя стоит 5000 долларов, а стриминговый немногим дешевле. Также не стоит забывать огромные затраты на различные микрофоны и камеры, необходимые для качественного стрима. А теперь давайте поговорим об его уходе из Twitch на другую стриминг-платформу Mixer. Потому что это действительно серьезное дело. Да, он до сих пор владеет своим старым Twitch-аккаунтом. Этот канал стоит огромных денег. Спрашиваете, почему? Ответ прост. В отличие от YouTube, Twitch берут с пользователей деньги за подписку на канал. В среднем подписка стоит от 5 до 25 долларов. А теперь вдумайтесь в эти цифры. У ниндзя на Twitch 14 миллионов подписчиков. Вы представьте, какие это огромные деньги. До своего ухода на платформу Mixer ниндзя ежемесячно зарабатывал только на стримах от 100 тысяч долларов в месяц. И это только на новых подписчиках. Кроме этого, не забывайте о как минимум 100 тысячах долларов в месяц на донатах. А еще и заработок на игровом магазине Twitch, который раньше мог приносить от 100 до 200 тысяч долларов в месяц. Посчитав все это, выходит, что его старый Twitch-аккаунт ежемесячно приносил от 300 до 400 тысяч долларов. Ежемесячно ниндзя зарабатывал такие огромные деньги, которые большинству из нас не заработаете за всю жизнь. Тем не менее, он решил отдать предпочтение новой платформе от Microsoft под названием Mixer. Судя по всему, там ему будут платить ощутимо больше. Окей, мы разобрались с тем, что ниндзя приходится тратить серьезные деньги на компьютеры и различное техническое оснащение. Учитывая его деятельность, это совершенно очевидно. Что уже не так очевидно, так это факт того, что ниндзя является большим поклонником дорогой модной одежды. Да, его стиль в одежде простой и незатейливый, но вы никогда не увидите его в барахле с распродажи в Walmart. Штаны он предпочитает от Gucci. Они бывают самых разных видов, но в среднем стоят одну тысячу долларов. Ниндзя отдает предпочтение не джинсам, а удобным спортивным штанам. В обуви он предпочитает кроссовки класса люкс от Louis Vuitton. В среднем они стоят также одну тысячу долларов. На любом официальном появлении ниндзя на публике все всегда обращают внимание на его дорогостоящие кроссовки. Своей жене Джессике ниндзя однажды подарил пару женских кроссовок Louis Vuitton черного цвета почти как у себя, но стоимость которых и вовсе две тысячи долларов. А сейчас речь пойдет о том, что есть у ниндзя такого, чего нельзя купить за деньги. Конечно же мы имеем в виду бриллиантовую кнопку YouTube. Да, она не продается, но в среднем ее оценивают в сумму от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. Во всем мире такими кнопками обладают около 300 видеоблогеров. Чтобы получить такую кнопку необходимо набрать как минимум 10 миллионов подписчиков на YouTube. Но сам факт того, что именно эта кнопка принадлежит именно ему, увеличивает ее стоимость в несколько раз. Даже если представить возможность того, что ниндзя выставит эту кнопку на продажу, то мы не сомневаемся, что найдутся такие безумцы, которые будут готовы отдать за нее невероятно огромные суммы денег. Кстати, интересный факт. Из всех видеоблогеров, исключая музыкантов, ниндзя быстрее всех в истории YouTube с 1 миллиона набрал 10 миллионов подписчиков. А знаете, какая у ниндзя тачка? Уникальная, кастомизированная Ferrari. Правда, нет никаких официальных подтверждений того, что этот автомобиль действительно принадлежит ему. Он вполне может быть лишь частью спонсорского контракта, но по факту ему не принадлежать. В любом случае, мы даже боимся представить стоимость этого автомобиля. Помимо этого, у ниндзя есть автомобиль Buick Encore 2015 года выпуска, на котором они по очереди ездят с женой. В среднем такой автомобиль стоит 30 тысяч долларов. Двигаемся дальше. За последние пару лет ниндзя в своих видеороликах без особых подробностей показывал внутреннее убранство своего дома. По слухам, это четырехэтажный частный дом. Да, у него нет персонального аэропорта или какого-нибудь другого атрибута роскошной жизни. Но этот дом стоит явно недешево, учитывая дорогую стоимость недвижимости в США. В конце концов, для чего вообще ниндзя нужен дом? Играть в Fortnite. А что для этого требуется? Правильно, идеальное подключение к интернету. Говорят, для того, чтобы заполучить как можно более качественное подключение к интернету, ему пришлось купить у американского интернет-провайдера Comcast свою отдельную линию оптоволоконного интернета. Важно отметить, что провайдер Comcast, по идее, работает исключительно с большими компаниями, а не с физическими лицами, но тут был особенный случай. Ежемесячно ниндзя приходится платить за свое идеальное интернет-соединение 1300 долларов. Отдельного внимания заслуживают не только его компьютеры, но и игровая комната в целом. Как выглядит типичная игровая комната обычного геймера? Стол с компьютером, множество проводов на полу и, конечно же, всюду беспорядок. Игровая комната ниндзя же является настоящим произведением искусства. Уникальный дизайн, дорогостоящая мебель, множество HD-телеэкранов, а также аудиосистема класса люкс. А чего стоит полностью управляемая система освещения комнаты? Игровая комната ниндзя просто переполнена различными современными технологиями и дизайнерскими решениями. А все это стоит огромных денег. А закончить наше видео мы бы хотели на одной очень важной ноте. Ниндзя также славится своей самоотверженностью и благородными поступками. Многие из его стримов являются благотворительными. Заработанные на стримах деньги идут на оплату счетов ветеринарных клиник и в различные благотворительные организации. На одном из благотворительных стримов ниндзя на GuardianCon один анонимный филантроп задонатил ему аж 100 тысяч долларов. Это было одно из крупнейших разовых пожертвований за всю историю Твич. В общей сложности стрим-ниндзя набрал более 325 тысяч долларов, а сам стример был вынужден перекрасить волосы и сделать две новые татуировки в честь GuardianCon. Собранные этим благотворительным стримом деньги были отправлены больницы St. Jude Children's Research, педиатрическому лечебно-исследовательскому учреждению, которое занимается детскими катастрофическими заболеваниями, в частности лейкемией и другими видами рака. Достойны уважения поступок. И на этом все. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на наш канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok